Я не знаю, может это копченый какой-то лосось, но он очень странного цвета. Смотри. Это очень странный лосось. Всем привет, дорогие друзья! Канал Покашеварим, и это обзорчик очередной. Мы, наконец-то, из уютной квартиры выбрались по городу Москве погулять, а тут у нас снег растаял, зима должна быть. Блин, снег растаял, солнце светит, вообще нифига не зима, хотя февраль. Вот, короче, улица Моросейка. Я тут долгое время работал, спасибо, дайте мне сказать, что вы все так ездите. Короче, я работал, Китай, город, метро, и мы довольно часто с моими коллегами, офисными сотрудниками ходили вот в это заведение. Золотая Вобла называется. Золотая Вобла это вообще пивнуха, там у них всякое пиво, то есть все недорого, такой необычный антураж был, ну, по крайней мере, 10 лет назад. И бизнес-ланчи по адекватным ценам. Вот сейчас мы пойдем туда и посмотрим, насколько адекватные цены и еда. Само заведение находится на втором этаже, то есть надо пройти вот по таким брутальным ступенькам и пойти отведать ланча. Итак, мы внутри золотой Воблы, и знаете, для меня небольшая неожиданность. Я обычно готовлюсь к выпускам, то есть еду, когда куда-то еду, я смотрю, что там по меню, если есть на сайте информация. Тут я не успел это сделать, и, короче, я приехал, а тут у них три вида ланча. То бишь, есть итальянский ланч, я не вру, вот он. Есть Азия-ланч, роллы, суши, и есть как бы просто ланч, тот, который помню еще я. То есть обычный наш понятный ланч. И по ходу дела мне придется здесь все это и попробовать. Тут ланчи еще делятся по неделям, то есть первая, вторая, третья, четвертая неделя месяца. Мы пытаемся пока разобраться в этом, в пазле вашем. То есть по ланчу, я так понимаю, надо неделю, да, определять? Да, у нас сегодня четвертая неделя. А, уже четвертая? Четвертая неделя. Так, а как стоимость формируется? Вот 320 это максимум или плюс еще я что-то могу? Вот тут 100, 190. 320 это стоимость бизнес-ланча. А если хотите блюда отдельно, то вот что-нибудь техническое. А, все, но в бизнес-ланч уже там этот салат, грубо говоря, заложен в 300. А, все, окей. Мы тогда попробуем все три вида у вас бизнес-ланча. Давайте лазанью с курицей и грибами. Ну вот, понедельник сегодня все. А, вот оно все, отлично. Итак, сегодня в бизнес-ланч входит, давайте записывайте, салат картофельной с ветчиной, с солянкой грибная, лазанья с курицей. А насчет попить? Я бы, конечно, пиво попил, но, блин, не будем. Безалкогольного нет золотой воблы? На бизнес-ланч нет. Окей. Тогда давайте просто морс. Хорошо. Так, а азиатский как строится у вас? Ролл, суп, горячий напиток. Вы выбираете Азия четыре блюда, один салат, один ролл, один суп и горячий напиток. Все, окей. Так, тогда салат японский раз, японская у нас тема. Ролл с лососем. Мисса с мидиями. Вантон из курицы. И все, кажется, да? Я справился? И тоже попить? Давайте еще один морс. Так, ну и Италия-ланч. Тут три блюда. Цезарь. Суп сицилийский. Паста с ветчиной и грибами. Нет, давайте болоньезы. Уберите, с ветчиной уже было что-то у нас. И еще и пицца. Или это плюс 190? Пицца, нет, смотрите, салат, потом первое блюдо на выбор. А, окей. Вот они в одной ценовой. А, пицца или паста? Тогда уберите пасту и давайте сделаем пиццу с салями. Хорошо. Во, мы справились. И напиток. И напиток. Дайте какой-нибудь на этот раз горячий что-нибудь. Горячий. Нет, вот давайте мерин. Горячий мерин. Не надо подогревать только. Я не серьезно. Все. Нам уже начали приносить еду. Вот первые салаты. Мы будем комплектовать, короче, наши бизнес-ланчи. Прям вот так вот. Как бы вот так вот. Салат от этого, салат от этого, салат от этого. Пока нам несли ланчи, я походил по заведению. Мы немножко что-то поснимали даже. Сейчас увидите. Ощущения неоднозначные. Это заведение такое, знаешь, ну, типа, как сассоциировать. Короче, как будто накрыли дома у тебя. Дома, причем далеко, где-то в 90-х, 80-х годах прошлого века. То есть тут какие-то старые фотографии. Тут шахматные доски. Тут какие-то порванные ласты на потолке. Потолок, кстати, заслуживает отдельного внимания. Когда я был здесь 10 лет назад, потолок был увешан просто весь. Сейчас все поскромнее. Просто какие-то элементы, назовем это так, душевного старья, они остались. То есть там можно увидеть всякое интересное. Вот мы во втором зале, получается, заведение. Тут только шахматные доски. В первом зале там есть на что посмотреть, короче. В общем, вот такое место. Это место, где, видимо, люди проводят вечер за пивком. Там есть небольшая сцена, на которой, видимо, играют музыканты. И это славно. Ощущения дискомфорта или какого-то неуюта здесь нет. То есть в целом вот мы сидим на таких вот американских... Американский стиль, короче, да, то есть высокие стулья, как в криминальном чтиве. Кресла, диваны, так назовем. Вот столы, например, тоже такие есть. Видите, номер 211. Ну, а мы здесь на самом деле про еду. Ладно, антураж такой. Вы его сейчас увидели. А мы посмотрим, чем кормят за разумные деньги. 350 типа рублей, да? Все ланч стоят плюс-минус. Так, нам сразу дают кружку пивную. Намекая, что без пива сюда приходить не стоит. Точнее, не испив пива, отсюда уходить не стоит, видимо. Вот, сразу у нас есть приборы. Нам дали хлеб на все ланчи. Я так полагаю, тут 4 почему-то кусочка такого, 4 такого. И нам принесли напитки. Горячая меринда и 2 морса. Дим, 1 морс сразу тебе отдаю. Ты любишь попить. Так, у нас продолжается формирование ланча. Пиццечка. Это вот итальянский, да? Мы правильно выстраиваем? Так, а это вот сюда вот. Отлично. Мы уже близки к полному формированию нашего ланча. Сольный соус, он такой уже изношенный. То есть, он обтроганный, вот эта баночка. То есть, тут я бы на месте золотой воблы как-то снял бы этикетку, потому что видно, что это все устарело очень. Многоразовое использование. Для... Ну, соус Кикаман, я надеюсь. Кстати, я попробую морсец. Жиденький. Очень-очень жиденький морсец. Чисто за пивон, не для удовольствия, короче. Пиццечка маленькая. Да, удаленькая. Слушайте, 4 кусочка... 4 кусочка пиццы на обычном, без всяких там приколов, тесте. Хотя приятно подпечено оно такое. Не в каждой доставке увидишь такое более-менее ничего тесто. А это бизнес-ланч. Начинки немного. Тут парочку колбасок, подсушенные, подсушенные эти самые шампиньоны, неплохой сыр моцарелла и томатный соус. В общем-то, особых каких-то там пожеланий относительно пиццы на бизнес-ланч у меня нет. Ничего особенного, восторгов нет, но это обычная простая пиццечка под бизнес-ланч. То есть у меня не было сверхожидания от нее, я получил ровно то, что ожидал. Нормальные начинки, на удивление, это не лепешка с начинкой, как во многих пиццериях бывает. Это нормальная пиццечка, где чувствуется все, что положено. Положено скромно, но это чувствуется. Тесто более-менее съедобное. В общем, одобрянска. Ладно. Ага, все. В Антону готовится. Вот, спасибо. Еще и в Антону у нас. Отлично, спасибо. А, кстати, получается, смотри, у нас в японском бизнес-ланче суп, азиатский салат, роллы, или это мы отдельно роллы взяли? Черт, не разберешься, короче. Путаница. Посмотрим цезаречек. Цезарь состоит из дешевого помидора, из нормального, кстати, судя по всему, сыру. То есть, это какое-то подобие пармезана, такой тверденький сыр. Естественно, тут пекинская капуста, мелко рубленная курочка и гренки. Более-менее. Конечно, все зависит от соуса. Такой душевный мазик с лимончиком, с горчичкой и какими-то специями. То есть, он чуть-чуть кисленький, он чуть-чуть какой-то ароматненький, типа чеснока, видимо, там. Годно? Серьезно, ну. То есть, это то, что делает 99% вот доставок. Сколько мы протестировали их. Это не вау-салат. Это не суперкруто. Но это нормально. Вот на четверочку такой а-ля куриненький салатик с довольно вкусным соусом. Отвращение не вызывает. Нормально. Золотая вобла в этом плане красавчики. Так, ну и супчик сицилийский. Я вот сейчас представляю, если бы я съел уже пиццу и съел салат, я бы, в принципе, наелся. Сицилийский суп. Я не знаю, почему он так называется, но по факту, смотри, суп, наверное, самый богатый из того, что нам давали, потому что здесь вот такие вот куски курицы, куриной грудки. Здесь четверть яйца. Тут лапша не удон, а как она широкая называется, я забыл. Широкую на широкую. В общем, вот такой вот супец. И бульончик. Ну, даже какой-то такой с элементами наваристости. Давай посмотрим. Слушайте, бульон наваристый. Это хорошо, но он, знаешь, он лишен каких-то вкусов, короче. То есть, бульон, он наваристый, но не ароматный. Я чувствую обычно обратная претензия, когда накидают кучу специй, а куриного привкуса нет. Вот здесь есть куриный привкус и больше ничего. Вот. По ощущениям, немножко по соли не хватает, но опять-таки солонки, да, стоят солонки у нас здесь, я могу подсолить этот суп. О, блин. Давайте вот так вот сюда. Супер. Спасибо большое. В Антончике подоспели. Короче, наблюдение относительно этого супа. Курица соленая, вот сама курица, а бульон пресный, максимально пресный, насколько это возможно. И когда вместе норм, все-таки ощущение безвкусности в этом супе есть. Короче, бизнес-ланч Итальяно, Сицилия точнее, он довольно неплох в плане пиццечки, он довольно нормальный в плане Цезаря, и он довольно никакой в плане супа. Суп скорее нет, чем да. Все-таки я не смог за что зацепиться. Так, окей, ну ладно, раз в Антоне нам принесли, давай азиатский оценим. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья мои, в Антончике, пельмешки по-азиатски, да, вот они. Они с курицей, но на удивление, наверное, камера передает, просвечивается некая розовость. Розовый цвет в Антонов говорит о том, что там, скорее всего, внутри имбирек, что ли. Давай распилим и посмотрим. Вау! Да, слушайте, там как будто курица, курица с имбирем, то есть нет ощущения, что это не доготовленная курица, а как будто бы туда имбирь добавили. Слушай, давай отведаем, мне прям вообще интрига, я буду прям ложкой. Сейчас, а вот это что, непонятно? Это не волос, а какая-то, что это вообще? как будто мех от какой-нибудь игрушки. То есть это явно не волосина. Так. Соус. И погнали. Да, это курица с имбирем. Твою мать, очень странное ощущение. Это просто соевый соус. Обычно нейтральное тесто, тонкое. И внутри курица с имбирем. Это невкусно. По двум причинам невкусно, потому что имбирь с курицей, и имбирь сразу на себя как-то оттягивает все внимание. Во-вторых, то, что курица, она сухая, то есть это куриная грудка, очевидно. И вообще вот как-то нет. В общем, от меня в Антоном дизреспект. У нас есть еще салатик, который тоже азиатский, называется он, как он называется в простонародье-то? А, салат японский называется. Что там, непонятно. Сейчас посмотрим. Для меня он выглядит как-то очень уж по-русски. Смотри, редиска, редиска, огурцы и пекинская капуста и залито все это соусом. Если это просто соевый соус, вот он сверху, то это капец, как будет скучно. Давай попробуем. Ну, чисто так похрустеть, как бы... Очень странный привкус у соевого соуса. Ну, точнее, это не соевый соус, а какая-то смесь. То есть, соус, видимо, там с каким-нибудь уксусом, что-то такое. И привкус очень странный. Я скажу вам, какой это привкус. Это привкус горелой резины. Я не могу объяснить, откуда он и какой продукт этот привкус добавляет, но ощущение, что ты жуешь подошву от своей обуви, которая вот какое-то время полежала на тлеющих углях. Это невкусно. Это невкусно, это... А, кошмар. Второе блюдо из азиатского ланча отправляется, ну, не в утиль, но, скажем так, постоять отдельно от нас. Честно скажу, ролики это просто грусть-печаль, потому что рыба, рыба вот такая. То есть, она даже я не знаю, может это копченый какой-то лосось, но он очень странного цвета. Смотри. Это очень странный лосось. Он вроде не пахнет противно, но он выглядит отвратительно. То есть, я такой рыбы, честно говоря, уже давно не встречал. Нет, это сырой лосось. Он не испорчен, но он он как бы очень рискован. Я бы не стал есть эти роллы и никому бы не советовал. В общем, азиатский ланч проваливается по всем фронтам. Я реально, то есть, я критикую довольно часто лососи там в своих обзорах, когда суши-роллы мы делаем, но такого, такого качества лосося я еще не встречал ни разу. То есть, это самое вот, что можно, наверное, отвратительно встретить, вот они сюда положили. Окей, ладно, азиатский супчик. А, это мисо, мисо с мидиями. Я вам скажу, это довольно неплохой мисо, посмотрите, в плане начинки. То есть, тут понятно, что это мидии не новозеландские киви, да, это мидии маленькие из морского коктейля, да, но тем не менее, их довольно много, то есть, тут белковой составляющей в этом супе офигенно много. Ну, и плюс зеленухи, вот этих водорослей тоже много. Давай попробуем. Мисо супа определенно получает лайк от меня. Хорошо сделано, хорошо разбодержано, мисо паста с бульончиком или с водой, скорее всего, но хорошо. И мидии много, и зелени много, и вообще, я доволен, что, пойдет, вкусный. Ладно, в общем, Италия разорвала пока, но сравним с классическим бизнес-ланчем, который, который вообще вот нормально должен зайти. Итак, у нас лазанья. У нас не просто лазанья, у нас лазанья, между прочим, смотри, какая, с грибами и курицей. Лазанья, раз, два, три. Три слоя листов лазанья. Ну, скажу, что, наверное, чисто внешне вот это самое аппетитное блюдо, потому что сырочек запечено слоено, все так, да, оно выглядит довольно аппетитно. Хорошо доготовленные листы лазанья, нормальная курица, вкусные грибочки, в целом, и сырочек, вот они создают приятное впечатление. Единственное, что мне не хватает в этой лазанье, конечно, как бы влажности. То есть, обычно, когда вот я делаю лазанью дома, что болоньеза, что там какую-то другую там овощную лазанью, я всегда много добавляю соуса бешамель, там, соуса болоньез, того же, да, какого-то томатного. Вот не хватает, здесь не хватает именно вот этой влажности. Но, тем не менее, для бизнес-ланча это довольно вкусное блюдо. По вкусу это такой грибной жульенчик в другом каком-то исполнении, но без белого соуса. Этой лазанью отлично бы сверху еще зашла бы ложка сметаны. Было бы классно. Пойдет. в целом вкусно. То есть, это весьма годно. Окей. салат. Салат колбасы классической. Итак, салат картофельный с ветчиной. Картофель вижу, ветчину вижу, как бы все сходится. И мазик тоже вижу. Такое ощущение, что мазик, кстати, замешан с горчицей. Ну, по цвету. Есть ощущение, сейчас посмотрим по вкусу. Салатик майонезный, он не может не понравиться, там еще огурчики соленые. То есть, это такой недостоличный наш салатик новогодний, да? Да, майонез, судя по всему, с горчичкой. Да, майонез с горчичкой. Это прикольно. Когда вот из стандартного соуса делают чуть-чуть что-то нестандартное, мне нравится. Хороший соус, прикольный, нормальный, пойдет. Ну, вообще, салатику, ой, что-то мне понравилось. Я сто лет не ел таких салатов, мне все в нем понравилось. Майонезик рулит. А, подожди. У нас есть плошка сметаны, и она как раз к русскому бизнес-ланчу, и вполне вероятно, что я мог ее использовать по назначению в лазанье, но, скорее всего, она к солянке. Это же солянка. Солянка грибная. Солянка грибная, она несколько странная, потому что там они используют лапшу. Я не знаю, я что-то, может, что-то не разбираюсь, но, по-моему, в солянку лапшу обычно не кладут. Достаточно одного какого-то углеводного ингредиента наподобие картофеля там. А тут, с другой стороны, нет картофеля, да, здесь есть зато... Короче, солянка, она и солянка. Прикол солянки в том, что туда можно добавлять все, что угодно. По сравнению с тем вот безвкусным сицилийским супом, который был до этого в итальянском меню, вот эта солянка имеет хотя бы вкус, но она, черт подери, не имеет достаточно вкуса, чтобы называться солянкой. Плюс тут еще вот эта лапша, она вообще типа нахрена здесь. Это очень странно. Это съедобно, то есть он такой кисленький, не очень насыщенный по вкусу, но какой-то вкус есть. Но все равно это не солянка. Короче, по факту, по факту, мы попробовали все, давай вот я еще меринду отхлебну немножечко, меринды. Разбавленная меринда. Ну, короче, разбодяга вообще, вот сплошная разбодяга, не разводяга, а разбодяга. Ну, потому что вот когда либо у них может сироп, эти же там такие кеги привозят, да, как и пивные, так же и с сиропом. Возможно, возможно, уже сироп заканчивается, ну, либо это просто обычная практика делать менее насыщенный концентрат меринды. Вот. Странно. Странное у меня ощущение от этого заведения. То есть сказать, что я прям очень расстроен чем-то, нет. Сказать, что я сильно обрадован относительно беззначен, тоже нет. Да, потому что какие могут быть ожидания, на обед за 320-350 рублей. Самая провальная тема, это, конечно, азиатская. Ну, не умею в золотой вобле, в пивнушке готовить азиатские блюда. Окей, смиримся. Итальянское меню чуть получше, но в том плане, что оно тоже как бы уже немножко такое русское, понимаешь? То есть уже вся эта пицца, это все, что вот мы готовим, салат Цезарь, оно уже русский давно. Поэтому тут более-менее норм, короче, кроме супа. Сицилийский суп невкусный. Ну и обычный классический бизнес-лащ, он норм, майонезный салатик, лазанья и солянка, которая так себе, но как бы съедобна за 300-120 рублей. Вот такие вот ощущения, то есть можно ли приходить, посещать золотую воблу? Да почему нет? То есть более-менее тут все свежее, я не видел ничего протухшего, кроме странной рыбы в роллах. Так в целом, да, цена адекватная, место уютное, тебя обслужит, встал, пошел, поел, сойдет. Но у нас есть оценки, напоминаю, в этой рубрике, мы их выставим и после этого будет понятно, где, что, как находится золотая вобла. По вкусу, ну, такое себе. Мы покушали, ощущения разные, но скорее относительно вкуса, наверное, они очень нейтральные, потому что ничего такого прям особенного нет, ну прям чего-то вкусного тоже не было. Просто обычный и нормально, столовочка. Короче, по цене, ну, определенно 5, то есть 320, 350 рублей для бизнес-ланча полноценного, это хорошая цена. Вкус-качество поставлю 3, даже, да, короче, 3 поставим, потому что в целом неплохо, в целом съедобно, но не в восторге. Удовлетворительно, поэтому 3. Комфорт, комфорт поставлю 4, ах, ветер задувает, наверное. Комфорт 4, скорость, короче, все приносили быстро, но потом мы ждали, чтобы расплатиться долго человека, потому что бегал официантам по другим столам, видать, мало людей не хватает. Ну и персонал, в целом я поставлю, 4 поставлю, потому что в целом они молодцы, во-первых, не стали ничего запрещать, все разрешили, идите, снимайте, только там старайтесь не мешать. Все, ребята, вы видите оценку золотой воблы, а все оценки вы можете посмотреть у нас на сайте, все заведения, где мы бываем, мы проставляем какие-либо оценки. Короче, холодный ветер, блин, вроде бы зима закончилась, но ветер никуда не делся. Все, пока, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok